Столица Китая? Гонконг. А нет, да, Гонконг. Китай. Пекин. В смысле Пекин? Так. Это ответ. Что было по литературе у тебя? Стихи. Ну, стихи, рассказы, басни и все. Ну и оценка какая была? Четыре. Ты ответишь на четыре вопроса. Сто процентов. По методике я знаю, что так и будет. Первый вопрос. Очень легкий. Как звали отца писателя Льва Николаевича Толстого? Николай. Николай. Отчество не помню. Не, не надо отчество. Просто как звали отца? Льва Николаевича Толстого. Николай. Отца Льва Льва Николаевича Толстого, Золя Николая. Точно. Точно. Ты молодец, видишь? Первый вопрос очень легкий. Легкий, да? Да. Погнали дальше. Так, это уже посложнее. Кодовое слово, от которого открывалась дверь в гробнице, в сокровищницу. Сезам, откройся. Мы смотрели в интернете, немножко не такой ответ. Но ты близко. Удали одно слово здесь. Сезам. Ты это удаляешь? Нет, откройся. Просто Сезам. Просто Сезам. И ты побеждаешь. Ты уже на два вопроса ответил. Молодец. Спасибо. Так, следующий вопрос. Какой там? Драматическое произведение, которое веселое и задорное. Как это называется? Басня. Ну, ты приходишь в кино, да? Там ты смеешься. Ты смеешься над басней. Ну, как над басней? На содержимое в басне. Жанр какой басни? Юмор. Юмор. Юморичный. Ну, ты близко, но не туда. Ну, такой девчонку зовешь в кино. Пойдем там. Классная. Ужас вышел классный. Только не ужас. Не ужас, а... Как? Давай подскажу тебе буква К первая. Ты первый, кто выиграет у нас сейчас наушники. КВН? Ну, да. КВН. Ну, юморитический КВН. Там шутки говорят. Ну, блядь. Как же я хочу, что ты победил. Ты сливаешься. На КВН. Следующая А. Вот ты просто сам тянешь время. Ты бы уже шел бы уже к дому, правильно? Ну, легко же, правильно? Легко. Брат, ты просто тебя сбили, сбили тебя, да? Да. Да. Давай расслабимся? Выдохнули? Что это может быть? Вот, а ты идешь смотреть веселую? Ка-мя-э-э-э-э-э. Коммерция? Нет, не коммерция. Я уже слова перебираю просто. Комедия. Комедия, видишь же, как все легко. Да. Какая коммерция? Ну, здесь коммерция у нас. Речь одного лица, обращающие, обращающиеся к зрителям или же к самому себе, стоит напротив зеркала. Как это называется? От третьего лица. Это игра от третьего лица. Ты сейчас... Нет. Вот смотри, я веду диалог. Вот там зрители стоят. Что я делаю? Ведешь диалог от первого лица от себя. Я с кем веду диалог? С людьми. Я с ними не веду диалог, я им рассказываю что-то. Вот мы сейчас с тобой ведем диалог. Второе лицо. Потому что от первого идет ты разговариваешь с человеком первого лица, третье лицо ты рассказываешь противок, второе лицо ты рассказываешь человеку. Я ничего не понял. Давайте я подскажу, брат, я сильно хочу, чтобы ты выиграл. Просто так первые два вопроса ответил, думаю, ну все. Давай подскажу тебе немножко. Вот стоит человек, вот ты разговариваешь с кем-то, да? Но тебе никто ничего не отвечает. Ты просто ему что-то рассказываешь. Какая прекрасная погода. Мы сегодня вышли погулять. Классная погода, плюс шесть. А мы в зимних куртках. Что ты делал? Рассказывал человеку. Ты рассказывающий, так? Да. Ну... Это... Какое у нас лицо будет? Мона. Ну же. Монолог. Видишь, как все легко. Страна на территории какой, по слухам, находится резиденция снежной королевы? Тайга. Тайга. Там же снег и холод. И там есть резиденция снежной королевы. В мультфильме было так. Да, в мультфильме было так. Хорошо. Ну там холод, там метели, там снег. Хорошо. Следующий вопрос. Кем был по профессии Герман. Из произведения Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама». Давай я тебе дам несколько вариантов ответа. Потому что я очень хочу, чтобы ты победил. Давай. Здесь ты должен ответить. Инженер, строитель, механик и бригадир. Механик. Механик. Но... Давай пятюрочку. Пятюнечку. Ты большой молодец, но слегка запорол несколько вопросов. Шоколадку надо? Ну да.